Слава Господу, что мы опять вместе в Доме Божьем. Это великая благодать. Слава Господу за все. Будьте благословены. Пусть сила Божья сейчас пребудет на этом месте. Пусть Его слава просто покроет нас облаком Его благодати. Милости, любви, истинной святости. Бога никто не видел. Но мы можем дать Ему определение согласно характеристик, которые нам известны. Мы знаем, что Он есть любовь. Что Бог есть истина. Что Бог есть праведность. Бог есть справедливость. И так далее. Все доброе, все, что мы можем сегодня произнести нашими устами. Исходящее из нашего сердца. Это все наш Господь. И наш Господь, Он постоянен. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Ему за это. Что Бог не человек. Чтобы Ему лгать и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает. Будет говорить и не исполнит. Так записано в числах 23.19. И это для нас не просто слово. Это знание, которое мы уже обрели. Аллилуйя. Мы знаем, что Господь для нас является эталоном. Эталоном той добродетели, к которой нам с вами нужно стремиться. И у нас для этого есть все необходимое. То есть у нас есть слово, которое нам оставил. Одно из основных Его требований. Которым Он обращается сегодня к нам, с вами. Это быть святыми. Я еще раз повторю, что это Его требование. Это не просьба. Он не говорит, пожалуйста, будьте святы. Господь вправе сегодня требовать от нас святости. Потому что Он сам свят. И во-вторых, слишком великая цена, которая заплачена за нас. За нашу святость. Это Его жертва. Это Его святая кровь. Как сказано в первом послании Петра 1, 15, 21. Как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями. Бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано. Будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, То со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Преданной вам от Отцов. Но драгоценной кровью Христа. Как непорочного и чистого Агнца. Предназначенного еще прежде создания мира. Но явившегося в последние времена для вас. Уверовавших через Него в Бога. Который воскресил Его из мертвых. И дал Ему славу. Чтобы вы имели веру и упование на Бога. Мы знаем, что все имеет свою цену. Мы знаем, что тленное, оно приобретается тленным серебром или золотом. Но лишь искупление души. Возможно, лишь посредством драгоценной крови Иисуса Христа. И нет другого имени под небом. Которым надлежало бы спастись человеком. И по этой причине Господь вправе требовать от нас святости. Святости во всех наших поступках. То есть святость, она просто должна стать нашей сущностью. Нашим неизменным качеством. Мы знаем, что Дух Святой, Он может пребывать только в святом сосуде. В сосуде, который всецело посвящен Господу. Мы знаем, что когда мы вникаем в себя, вникаем в учение. По плодам, которые мы приносим сегодня. Мы можем определить степень нашей святости. Также степень нашей святости, она всецело зависит. От наших плодов, то есть от наших отношений с Господом. То есть когда является любовь, милость, благодать, сила Божья. Через сосуд Божий. То мы можем дать определение, насколько этот сосуд свят. Насколько действенны Его молитвы. Посвященность и так далее. И так как написано в послании к Галатам, 5, 22, 26. Апостол Павел дает определение плоду Духа Святого. Плод же Духа, любовь, радость, мир. Долготерпение. Благость. Милосердие, вера. Кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы. Распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом. То по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться. Друг друга раздражать. Друг другу завидовать. Одного лишь искупления кровью Иисуса Христа, оно недостаточно, чтобы сразу во всей полноте начать жить свято. Необходимо от каждого из нас непосредственное участие в достижении этого великого знания, звания, простите, во Христе Иисусе. И это происходит через нашу полную посвященность Ему. Ну, естественно, и Церкви, которая является телом нашего Господа. Итак, святость, она начинается с того момента, когда мы посвящаем себя Господу. То есть, это значит, что человек уже становится святым, то есть полностью принадлежащим Богу. Но еще не в полной мере он становится святым. Святость в полноте, она достигается в процессе следования за Господом. То есть, проявляя собственную волю и полное свое согласие, со всей решимостью мы отдаем себя Богу. И мы становимся Божьими до конца. Так вот, святость начинается с момента, когда мы отдаем себя Богу. Она возрастает по мере того, как мы решительно боремся со всем тем, что нам еще мешает быть Божьими друзьями. И учениками Иисуса Христа. Стать храмами Святого Духа. То есть, каждый, посвятивший себя Господу, он проходит этот процесс освящения. И только полное сознание той цены, которую заплатил за нас Господь, цены за наше искупление из рабства, греха и смерти. Это осознание помогает нам распять свою плоть с ее страстями и похотями. Чтобы поступать по Духу. А если человек не в состоянии осознать до конца цену искупления, то Господь, опять же, любящий Бог, Он вразумевляет таких своим страхом. Как записано в 1 Петра 1.17. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Время нашего странствования — это наше время проживания на этой земле. И это время, оно определено для каждого человека индивидуально. И называя Господа Своим Отцом, мы добровольно предоставляем Ему полное право судить нас. Его праведным судом, Его справедливым судом. И если человек будет нарушать Его заповеди, и те требования, которые Он определяет человеку, то при встрече с Господом могут прозвучать очень страшные слова. Хочу обратить ваше внимание еще раз, что это слово, оно относится к верующим. Не к тем, кто еще не принял Господа своим Спасителям. Как записано в Евангелии от Луки 13, 23, 27. Некто сказал Ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. И Он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред Тобою. И на улицах наших учил ты. Но Он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от Меня, все делатели неправды. Оказывается, недостаточно лишь пить, есть, ходить пред Господом. Быть просто слушателем Его Слова. Необходимо жить праведно и свято. Это требование Господа. Именно такую жизнь имеет в виду Господь. Когда обращаясь к нам, Он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. В Евангелии от Матфея сказано 7, 13-14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь. Ведущие в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь. Ведущие в жизнь. И немногие находят их. Итак, тесные врата и узкий путь это время странствования нашего в посвященном следовании за Господом. В стремлении полностью осветиться во всех сферах нашей жизни. В духовной, душевной и физической. Но достигнуть святости все-таки можно благодаря нашей решимости. Которая исходит от нашего ума, от нашей воли. И здесь решающую роль играет наша душа. Наш дух, он не может даже сдвинуться с места, если не будет импульс от нашей душевности. Это очень важный момент, потому что мы часто думаем, чтобы совершить душевный подвиг, допустим, мы можем просто обратиться к Богу и сказать в молитве нашей «Господи, сделай за меня то, что я сам не собираюсь сделать. Я буду как бы сторонним наблюдателем, а Ты, Господь, совершай». Но нужно обоюдное согласие и обоюдное действие. Как сказано в Слове «Приблизьтесь к Господу и приблизиться к Вам». То есть, этот шаг должны сделать в первую очередь мы. Когда Иисусу Христу предстояло исполнить ту миссию, ради которой Он был послан на эту землю, вы помните, что во время молитвы в Гефсимании в Его душе происходила борьба, которая отразилась в Его обращении к Отцу. Как это записано в Матфея 26, 37-39. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И отойдя немного, пал на лице Своё. Молился и говорил, «Отче Мой, если возможно, доминует Меня чаша сия». Но потом проявленная воля и сознание Иисуса то есть Его душа, она принимает окончательное победоносное решение. И Он говорит, «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Бог Отец через пророка Исаию предсказал, что предстоит принести Иисусу Христу. И что в итоге им будет восхищено благодаря подвигу души, который Он будет совершать. Это записано в Исаии 53, 10-12. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему честь, между великими, часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Итак, воля Господня о нас будьте святы, потому что Я свят. Это Его требование. И поэтому каждый из нас пусть сегодня в своем сердце в полном сознании, с полной ответственностью, скажет Господу, Господь, да будет воля Твоя. Господь, я хочу сегодня жить свято для Тебя. Я сегодня хочу избрать Господь узкий путь, чтобы войти узкими вратами в Твою святую обитель. Господь, помоги мне твердо стоять в этой истине. Со страхом, Твоим, Господь, страхом, проводя время моего странствования. Да будет так, аминь. Будьте благословены. Будь благословены.